народ всем привет с вами дмитрий fm это очередная серия про mercedes viana 4 на 4 в этой серии сегодня какие есть возможности трансформации салона а точнее задача стоит следующим образом поездка запланирована другой город и нужно чтобы в автомобиле было три посадочных места то есть водитель плюс два пассажира и сзади сразу была разложена кровать так как после поездки нужно будет приехать сразу ложится спать ничего там никуда не переставляя этим мы с вами сейчас и займемся в данном варианте сейчас сиденья которые расположены тут ехать принципе удобно но спать в багажнике место не остается потому что большое количество сидений она подразумевает большое количество пассажиров и спать но здесь никак матрасы не постелишь и сидушки вот эти которые в салоне в этой модели установлены они к сожалению не имеют возможности трансформации в спальное место у mercedes в целом есть комплектации где задний ряд сидений раскладывается в полноценную кровать но это не этот автомобиль поэтому что будем делать я так полагаю что ты два сиденья я сниму оставлю дома а вот то тройное сидение пододвину вот сюда по максимуму к этим сидушкам и получится как бы стандартный пятиместный автомобиль рассказываю показывают для того чтобы снять сидение первую очередь нужно опустить спинку пассажира вот таким образом до щелчка все она зафиксировалась теперь после этого вот эта рукоятка начинает шевелиться пока сидушка не сложена она не шевелится нажимая ее вот таким образом вверх мы тянем всю сидушку вот сюда вот так вперед сейчас покажу как это выглядит вот такой чемоданчик получается после этого здесь есть рукоятки вот раз а вот два поднимаем их по очереди и сидение превращается в такой мини чемоданчик который можно взять за вот эту ручку и вытащить салона но единственный момент что они достаточно тяжелые у мерседеса вот эта вся система переустановки с салоне сидений она классная но с весом сидушек и с учетом того что нет поворотного механизма у сидений это не очень удобно допустим в том же hyundai starx есть капитанские сидушки которые не требуют отстегивания от пола они умеют разворачиваться сами стоя на месте не знаю как это сформулировать но при этом starx и там нельзя их перемещать так свободно вперед-назад куда тебе хочется вес у него конечно угу так сейчас сидушку это убираю идем следующую снимать со следующим сидением такая же история поэтому уже без лишних комментариев просто складываем спинку и отстегиваемся по порядку получаем вот такой шикарный простор теперь заднюю сидушку покажу как она отстегивается передвигается там тоже очень интересно задний ряд сидений для того чтобы сложить спинки вперед здесь удобно сзади сделал вот такие вот рукоятки тянем рукоятку и складываем сидушку начинаю разборку с правого крайнего сидения потому что она отделена а эти двойные целиком как в газели в соболе это сидушка отдельно от них отстегивается ну что принципе уменьшает вес всей конструкции но и позволяет какие-то возможности дополнительной трансформации сейчас расскажу зачем это удобно использовать можно далее тянем за вот эту рукоятку и встречает здесь нас уже известная нам конструкция с двумя рычажками все так же как чемоданчик за ручку берем и отсюда уносим сильно далеко уносить не буду потому что сейчас все равно спереди собирать так теперь этот кусочек сидушки так здесь для того чтобы отстегнуть тянем правую ручку а левая рукоятка используется если нужно двигать вперед-назад всю сидушку целиком все вроде легко классно трансформер но опять же повторюсь очень тяжелое сидение очень особенно вот эта двойная сидушка но тут и две ручки как бы сделал на двумя руками ее поднимать так теперь рассказываю для того чтобы переустановить сидушку куда-либо на вот этих вот салазках мы внутри с вами видим механизмы с вот такими поперечными трубками или стержнями не назвать и вот вот эти вот замки у сидения они вставляются вот в эти направляшки стержни ну как хотите так называете и вот где они есть вот эти вот направляющие этот ряд тот ряд вот в эти места можно переставлять сидушки а уже когда вы тянете за рев за ручку движение сидения вперед-назад то вылазит механизм вот такой сбоку видно его он надавливает но вот эту платформу вот я пальцем сейчас надавлю и тем самым вот этот ограничитель уходит вниз что позволяет все сидушки ездить на всю длину вот этого вот полозья таким образом сделана конструкция салона трансформер mercedes так переставляю вперед сидушку она просто нереально тяжелая хоп и с другой стороны и после этого соответственно опускается уже сидушка и защелкнулась пока вот этот механизм задний не защелкнется спинку поднять у вас не получится как бы вы не пытались поэтому если кто столкнулся с проблемой что не поднимается спинка то всего на все нужно посильнее покрепче туда защелкнут эти механизмы проверяем спинка поднимается да все спинка поднимается все отлично теперь буду собирать с этой стороны прикреплять третье кресло три кресло на месте вот так вот это выглядит сейчас подниму спинки все вот эти мне нравится эта машина что сзади огромный багажник получается а здесь полноценный пятиместный автомобиль получился такой финальный результат здесь три места тут два места стандартных и сзади в багажный отсек постелил два матраса в итоге и получается здесь могут два человека без проблем лечь спать получилось небольшая такая техническая серия и техническая не техническая то есть как бы из железки были запчасти и при этом что-то интересное про мини кемпер так сказать ничего особо здесь не переделывая просто перестановить сиденья ну а поедем мы в город липецк это единственная в россии серфинг серф база речная который находится на реке поэтому если вам интересно что за серфинг как где покататься в россии вообще легко и быстро следующей серии я вам об этом расскажу а а эта серия подошла к концу всем пока